Марат, Джан, что ты там принес? Ребята, через денек Пасха начинается у нас, еврейская. Ну так поздравь всех евреев с Пасхой. С наступающей Пасхой, ребята, будем кушать мацо. И есть, кстати, очень много блюд. А я не знаю, что там мацо. Сейчас тебе покажем. Тебе дорога в Сирогогу, друзья, с вами Исклебан. Привет, нехороший. Эх, ты, друзьяки, Марат, Джан. Всем шалом. Такой сегодня плов намечается, короче, ну, геть непростой. Очень. Мы долго к этому шли и, наконец-таки, пришли. Шах, плов, один из самых любимых пловов моих, ребята. Почему мы не делали раньше, мы же привыкли делать всегда много, а тут такая история, что этот плов, он готовится в духовке. Сегодня будет мало, Марат? Ну, я привез казанчик самый такой, который поместится в духовку. Но, но, я много говорю сегодня, да? Мне все-таки ребята умные подсказали, что его можно сделать у нас в очаге. только не в этом большом на 80, а который утопится полностью в очаг. Ну, делаешь на мангале. Вот он, на 30. Да. делаешь угли, чтобы прям пепел был, кладешь под этот очаг и сверху на крышку, и тогда не нужна духовка. Сказали, что проверенный способ можно так приготовить. Я же вчера на базаре так разошелся. сказал, что у нас генеральная репетиция. Сегодня порепетируем и бахнем настоящие выходные. Ребята, это уникальный. Ника, Шафран. Мы поздоровались. Я даже сказал шалом. А, а ты? Не проснулась операторша еще. А я? Специально для тебя. Друзья, с вами Искриппан. Привет, мои хорошие. Эх ты, друзья, Марат. Шалом еще раз. Ребята, не легонечко. С удовольствием. Оператор, что ты там привезла? Подожди. Это я привезла тебе. Давида она привезла. Давида, да. Любчика. О, случился. Так скажите на Еврите хотя бы хоть с Пасхой своих поздравьте. Хак Песах Самех. Да. Да ты что, я по этому поводу даже красиво оделся. Ёлки-палки. Что-то у меня ковер чистый. Что ты привезла? У меня тут есть для тебя подарок, Сережа. Только я не помню в какой из этих коробочек. Серьезно? Да. Придется тебе открыть три. В одной из них подарок для тебя. Хорошо. А в тех двух получается подарок для тебя? Просто для быта. Слышишь, я что хотел спросить. Это мои? А что, у нас еще кто-то живет? Давид, а у нас... Нет, на меня не налезет. У тебя размер другой. Я понял. 45,5. А что, чем тебя сметило? Нет, так у меня же другие были, вроде бы светлее. Или эти ты синьки добавила? Сереженька, все нормально? У тебя просто несколько пар я достала из коробочек. Да ты что, мама дорогая. Давай, открывай подарки. Так, Марат, туфельки пусть полежат. Что ты... Так тут все для Катерины. Ну так заказывала я на себя. Ёлки-то и палки. И не бросай, будь аккуратен своими коробками. Ну так шо? Марат, говори какую. Потому что надо быстрее открывать. Какую давай открывай. Очень много работает. Да, сегодня положишь непростой. Марат говорит, один из самых сложных. Неужели сразу свой открыл? И долгих. Нет. Это коринцы. Что это? Это коринцы. Копать тебе не перекопать, Серега. Опять бамбук какой-то испанский. Это как-то много мне тут. Кого? Это Георгины, Сергей. Ладно. Георгины то для Зины. Пусть она и сажает. Давай дальше. Катя, у меня твои подарки в Одессе держит. Ёлки-палки. Это по-любому что-то надо. О, Сереженька, это вот твой подарок. Я уже чувствую. Одежда? Что вы жёте, Марат? Это подарок. Сережа. Мне? Ну, ты знаешь, что это? А, баба самоварская. Обалдеть. Ты шо? Нифига какая. На самовар? Какие? Марат, ты посмотри, я такого еще и не видел никогда. Ёлки-палки. Слышь? А ну подержи. Так это? Зимой еще ходить можно. Ничего себе. Блин. Крутяк. Спасибо. Класс. Катюня, где ты выкопала-то? Марат, искала-искала и вот нашла для него. Слушай, она судя по тому, что потрескалась. Какая-то старинная какая-то. Смотри, какая-то большая. Я даже и не думала. Аня кошки звонят. А? А? Аня кошки звонят. Наверное, приехали. Аня кошки звонят. Ну, раз приехали, иди встречай. Что там? А? Аккуратненько. Аккуратненько. Это корешок. Это корешок с пиончиками. Так это пионы? Это пионы, да. Их надо... Тихо-тихо-тихо. Аккуратненько снимать. Давид, слава богу, что ты приехал, родненький. Вот лопата, вон огород. Не-не, давай, чтобы твоя мама знала, что ты толковый сын. Марат, ну его в баню. Все, эти посылки знал бы не распечатан. А ты померяешь потом? Я за свою жизнь уже дерево посадил мне с этого. Сына еще надо родить, Давид. Ну, с сыном я тебе помогу. Так, Мацай, сюда. Что ты сказал? Руки помыть. Бабу померяем. Работы много. Понеслась. С чего начинаем? Варим рис. А что, вы его отдельно варите? Варим рис. Сразу, первым делом. Я аж испугался. Подожди, а в чем? В кастрюле. Ну, так давай туда бахнем в казанчике, который я хотел. Для этого ты сказал, что будет маленький. Да. Добро. Так, казанчик промыли. Марат, что прямо на 2 килограмма шмаляем, да? Ну да, я специально для этого казанчик. Так, шафранный попозже. 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 Мексиканский, испанский, мексиканский, португальский. Что-то еще из Бразилии. А что, вы одинаковый рис купили? Катюша, там только изюм нужны разные. А рис нужен одинаковый. Ребят, любой длиннозерный, только длиннозерный рис. Басманди идеально подойдет. У нас сегодня один из самых. Что-то вы второй рис, второй плов варите такой длиннозерный. Потому что вкусный. Этот плов только длиннозерный рис, ребята. Свино-рисовую кашу сварили тебе? Успокойся уже, елки-палки. Очень вкусный получился. Конечно. Ну а что ж ты обзываешься уже? Посмеялась. Маната обидеть хочу. Знает. Что-то здесь промыть надо, да? Да. Промыть, заливая водой до краев. Ничего сюда не добавляем. Можно пару ложек соли и лужки. Куркумы. Где она у нас? Куркума в еврейской баночке еще. Или в американской, там разные есть. Чпунь. Соль. Пару ложек хороших, да? Раз жменька. Два жменька это пара ложек хороших. И одну ложку куркумы. Ребят, рис варим. Не до конца. То есть он должен быть такой, а денте, а денте. Процентов на 70. Ага. Да я сразу ее растворю. Все и под крышечку, да? Что ты говоришь? Аня, кошечка будут? Да ты шо? Замечательно. Не зря я взял казанчик побольше. Тебе шо, котенок еще не нужен? Мин-кун хороший, у нее свеженькие появляются. Ой, я сейчас смотрел Хане в глаза. Боже, какие у нее красивые глаза. Да. Самые красивые из всех кошек у нас есть. Просто удивительно. У Йосик этих. Ханя или Кайли? Хана. Хана. Какая Хана? Ну нашей кошке. Ты не знаешь, что кошка Хана есть? Есть, но она же не Мин-кун, а он говорит про Мин-кунов. Нет, я про всех. Я сказал, что самые красивые. А, а я думал, что мы за Мин-кунов говорим. Сидишь на туалете, если она в глаза смотрит. Очень красивые. Хорошо. Кожачий папа, нут сливать могу? Нет. Стоит всю ночь? Пусть себе стоит. Ладно. Пусть себе стоит. Пусть себе стоит. Лаваши. Лаваши, когда надо будут, самые тонкие. Сейчас нам надо здесь работать с мясом. Ребят, смотрите. Есть два варианта подготовки мяса к этому слову. Кто-то его варит. сначала прямо опускает в воду варит и выпаривает воду и когда вода заканчивается поджаривает кто-то как я его сначала все-таки жарит а потом тушит но все готовится отдельно потом мы будем этот плов собирать и запекать он ничего не понял марат он ничего понял понял мы будем жарить нам нужен казанок ты снимаешь да а он говорит вот и не мешайте друг другу все я стою смотрю куда-то и георгены засунуть пипец понабирала так понабирала поверьте мне серёжа всунет она не упала на если я думал ёшкин ты кот я думал мы на садже будем готовить короче ладно марат говорит надо наказание глубоко уважаемый крышка надо ай мама дорогая не казаны а счастья вам казан благодарочка может кому надо там и афганские надо кому ты кстати звонила недавно а нашла дал дал от и контакта тоже люди звонят романом личные ребята подскажите что молодому человеку на денежение подарить то ничего под описание видео ссылочка ван казан и лучший подарок оси еще и саши сил от сильно любишь то еще и сад с подари вообще век тебя помнить буду марат на чем готовим немножко растительного мясо только на растительном а я думал топленая топленая куда он и у нас будет очень много сколько надо его немного чуть-чуть хорошо что здесь волшебство происходит ой так ты еще желаете булочки золотце будет они плов она достань повыше как красиво там все волшебство приготовления плова команду и шеф после запекания минут пять-семь будем варить но попробуем можно еще рано брат надо тебе за чтобы шкварчала так крышка если надо будет она будет здесь тихо не кувыркаться я хочу сказать одну вещь хочешь скажи я пока я волосы брата что-то там этот плов конечно он долгий в приготовлении но если вы хотите удивить о ты спросил я забыл удивить своих гостей почти не перебил заготовку вот что мы сейчас будем делать можно сделать за день и даже за два даже вот нет такой недоваренный рис можно спокойно поставить и перед за час до прихода гостей можно все это собрать в казанчик и поставить духовку все это абсолютно доживет абсолютно нормально не понимаю почему это вы вчера не подготовились а я вообще стою думаю мы к этому году 3 к этому плову 3 года шли блин могли бы каждый раз потихонечку что-то себе откладывать сейчас вы до города не свалились это очень вкусный плов но у меня он стоит на втором месте после бакша я очень люблю вот этот с печенкой который кстати в мешочке и мешочки уже есть скоро скоро ребят скоро смотрите на канале следите за анонсами в инстаграме будет вам счастье то ты еще что чем обычно мешают этого узбекской мешалкой ну что пора марат ладошка чувствую что уже хорошо что за 1 3 приема ты что-то гусик это подожди елки-пылки влечет уже аня при этом а мы еще даже жарить не начали я не буду мешать только-только-только-только его как расправлю да ай молодец вах 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 эй давид брат а принеси у то что ты спрятал одну бутылочку а у меня пара сады и мы вчера были на базаре шоу это катюня это ты это марат это я это марат да кто красивее марат брат смотри этого все сидел аленочка володя ешкин ты кот от молодцы как завернет так завернет чем столько надала надавала в израиль вадику отправить вот он удивится понял король чая и мы ему чай смотри сколько тут чаев тут что-то еще похоже какая-то коллекция пива хельма шнельма тарис и хэппи лагерь один это руслана пиво ты будешь пиво пить домашние на из этой слышать как тебе к разбору бокал есть хороший бички в томате бог прохладненько мы хотим я споить потому что пьяного тебя легче женить елки-палки ходишь холостой да а а года-то идут ты вот взял сейчас я рад ли что чё ты лезешь своими холодными руками туда у него знаешь как это три четыре пять невест а вы вот это вот холостой холостой что ему до давидка пендалями сюда его отправлял елки-палки ладно это уважаемое пиво пусть отдыхнет ай прелесть ай прелесть ребята мясо нарезали ведь видите как вот так поменьше не крупнее мельче можно крупнее нельзя хорошего мясо купили мара лопаточка до чуть чуть дольше будем готовить чем шею но и прекрасно домашняя молодая плите на и пусть накапать тебе в консерву на его баню для нервов не хватает все тебя расходит ай марат марат я с таких кружек еще цари как он не исполнял ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой сережа ты переводишь хороший продукт смотри у тебя шляпа больше чем у мара то зато у меня глаз светлее не хорошие суши интересные да хорошо да илька не будешь ну конечно будет сказал Слов кушать будешь? Вот это шедевр, а? Бычки в томате. Каждому фраеру. Маринованные пиво. С такого бокала, да? Ну, а родненький, это тебе. Как ты говоришь, Марат, что получилось? Да. Слышите, я пиво попью, потом в него курить будешь. Слышите, а мне даже никто не предложил. Вообще, конечно, уникальные вообще парни. Буду, Сережа. Присосись, пожалуйста. И встань моей навеки, елки-палки. Я думала, я уже давно твоя. Ваше здоровье. Как это пить? Вкусно? А? Да. Господа и дамы, выходите прямо. Обалденно вкусно. Руслан, ты большой молодец. Вот такой пивовар. Ой, Марат, смотри. Тут уже закипает. Все, где-то 5-7 минут, сейчас, но будем проверять. На ощупь. Все, как он надулся уже. Копчи ты там своими профессиональными зубами, вместе с усами, решишь, когда 70% будет готово. Да, достань, сейчас прям я хочу попробовать. Такой желтый, прям все. Попугай даже тебя аплодирует. Это не попугай. Вот так давим. Ну ладно, птица в клетке. Снаружи должно быть уже мягкое, а внутри еще жесткое. Но это еще жесткое совсем еще. Ой, Марат, вы как пряха-муха выскажитесь вообще. Наливай ему еще. Снаружи мягкое, а внутри жесткое. Что еще? А по бокам? Катя, это не то, чем ты подумал. Это я про рис. Блин, бубочка в бубочку, все же на место надо вернуть. Вот так вот. А я бы такой, что выключил, и пусть он лучше поститься ей 5 минут. Чего ему даром? Раз мы варим по твоему вот этому способу. А, сразу в холодной воде и много риса? Ладно. Если бы я варил вот это по-своему, тогда бы, ну, короче, я старовер оказался вместо тебя. Ага. Я здесь немножко притушил. Ага. А теперь? Отлично. Все, как благородненько. Никаких специй пока ничего не даем, ребята. Абсолютно ничего. Марат, мы уже поняли просто, что тупо тебя за с ним слушать. Все. И не перебивать. Ох, если не делать, прям аж нечего. Так пошли пока ямы выкопаем. Будет очень много чего в день еще делать, не переживай. Марат, может мы пока пойдем посадим? Нет, не пойдете вы пока. У вас было время. Засаживать. Не было. Не было. Это ты мне наливаешь уже, Сережа, надеюсь? Да. А верь пиво в рюмочку. Я люблю из тоненьких стаканчиков. Катюша. Что, Сережа? А у меня для тебя был, Марат, а куда ты делал? Ты шо, ты шо. Ай-яй-яй. Или это я их унес? Сереж, не, я не хочу из таких сисек пить. Любовь моя, чисто женский бокал. Ну ладно, б ты мне туда виски налил. Все, и пенка как ты любишь. Давид, ты вообще видел это издевательство? О-о-о. Шедевр. Оно там прямо между сиськами бурлит, представляешь? Ты понимаешь? Ты понимаешь? Ммм. Так играет пиво в мужчине? Ты серьезно? Поднимается до грудей и опять в плавке. До грудей и в плавке. Ну, Катюша, Марат, бери тебе. Твое здоровье. За Давида мы уже... Сиськи тебе больше свойственны. Давай. Твое здоровье. Какой-то сегодня не прием пива, а какой-то анонизм. Елки и палки. Делаю потише. Маратик. Как по моему рецепту, ты понял? Ой, Давид, помогай, родненький, помогай. Мы сегодня с тобой наказаны. Вишь, мне сегодня петь нельзя. А ты мешаешь. Так, вот это вот что заберем. Марат, посмотри, у нас скоро закончится место в казанчике. Все, две минутки и будем выключать. Смотри, через две минуты мы его уже жарить начнем. Там уже воды нет. Да, выключи на кровь. Вот, 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 вот. А потом его уже... Можно, в принципе, и добавлять воды. Смоем и прольем. Полный газ буквально на чуть-чуть. И... Все. Засекай, который час. Ай, как мясом пахнет. Ай, как мясом пахнет. Красота. Ты можешь этот казанчик убрать, а мы сюда уже поставим сковородочку. Нам долго надо будет жарить лук. Лук нужен именно жареный. Не такой, как в обычном плове в узбекском, когда он в конце вообще перестает существовать. Только вкус его остается. Тут нам нужен именно жареный лук. И его много, ребят. На два килограмма мяса больше двух килограмм лука. 8 луковиц средних я взял. И мы его будем жарить на топленом масле. Да, 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 это жарится. Это все. Где наша сковородочка? Ты меня, конечно, извини, но раз ты сегодня в роли о великий плов одел, все, совсем другое дело. Сковородочку я тебе даю. А где она? А вот она. Так, опять поджигаем, да? Да. Ну, гриль, у тебя сегодня работы. Вчера пиццу шмалял. Сегодня плов исполняем. Кришка, надо будет там, нет? Нет, пока нет. Масло. Топленое? Там Марат какой-то модное принял. Мы сегодня с собой, Давид, как две медсестры, понял? Прямо и как... Прямо ложки три хорошие. Как сестрички. У нас есть этот, который командует. Вот такие две, да. Ну, еще чуть-чуть. Блин, а что же вы дорогое, елки-палки, не всунули? Не, мы использовали. Блин, смотри, что не принесли сегодня. Я видела. Обалдеть. У нас сегодня еще лепешки все надо будет мазать кисточкой. Все, работает и работает. А, все, я уже испугался, подумал обратно унесете. Такое ощущение, что вы договаривались, когда-то на привозе покупали. За ваши деньги любой каприз. Да, на привозе брали, говорят, как-то не пригодится. Мы вам принесем обратно. Ай, Марат, чайник, что ты селедку пробовал? Вкусная? Очень. Да, ты шо, да? Липованское счастье. Ммм, скажи. Прямо, боже мой. Вот прям как в детстве, знаешь, вот эта селедка, которая... Ой, блин, еще вкуснее. Вкусная села даже, чем была? Скажи мне. Да. А хе, это что-то приблизительно такое или нет? Ну, не совсем. Хе там вообще практически... Ну да, там сырая рыба берется. И со специями, со всеми вот этими корейскими. Все это... Возьми нормальный бокал. Так он у нее. Маратик. У нас сегодня по договору с ним. Он и сисек пьет. Так он сильнее напьет. Пахнет пьет. Да, нет. Вкусная. Масочка уже почти. А рыженькая какая, красивая, ты понимаешь? Вываливаемая стреляет, хоть чтобы я. Это на салатик. А я думал, это цыбуля осталась на салатик. И это тоже. Хорошо, все на салатик. Ребят, лук надо именно поджарить. Не спешите. Вы уже только что это говорили, Марат. Наливай. Еще раз хочу сказать, он должен быть жареным. Надеюсь, у нас получится. Так, я пошла. Сусла. Куда? Все еще по делам. Ты же уже пивка бахнула. Да я шучу, Сереженька. Ладно. Иди. Вот агрегат, конечно, Марат, этот нож. Ёшкин ты кот. Так это Марата нож? Ну, это что он сызнали привез. А, он мне пошел, он там у нас. Да, да, да. Прямо бомба. Меньше, чуть-чуть, чуть-чуть. Меньше, чем пара, да. Да, да. Мастер-класс, знаешь, как это? Дядя, 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 племянника учит. Молодежь. Натаскивает. Премянник мне очень хорошо. Давай, ты же уже не знатный, елки-палки. И готовить даже наслышан знает как. Марат же тоже начинал с этого баба ка дрения. Кого? Ну, ты же для женщин, начинал готовить. А, ну да. Ну, вот, все, да. А теперь стал этим, как его? Гуру. Нет, подожди, как он? А тот великий, короче, этот. Казанова? О, только среди плова. Казанова, среди плова. О! Бенечка, а ты далеко отправился? А он встречает свою бывшую маму. Да? Беня? Бенечка. Боже мой, посмотри, снежный барс. Иди сюда. Ты. Он чихает запах плова, услышал. Смотри, смотри, порядки наводят. А хвост. А хвост. А хвост он как виляет. Хвост прямо разговаривает. Да, ребята, кому надо вот такие красавцы, они есть у Ани. Аня скоро будет. Мой золотой. Слышь, а ты бы сказал, чтобы она с тобой пару котят взяла. Кс-кс-кс-кс. Ты посмотри, куда пошел. Запах. Беня. Шах плова, то тебе никто не нужен. Ты ему грудь покажи, он сейчас сразу придет. Нет, он на грудь на мою не реагирует, Сережа. Только ты реагируешь. Вот, блин, елки-палки. И Миланя. Что ты, агрегат? Ого. Тихо, я ж. 80 килограмм. Не так его возьми. Не так берут Микунов. Ну, конечно, что не знаешь, как брать котов. За яйца я бы взял, но у него их нет. Потому что это мой кот. Я не умею. Все, извините, пожалуйста. У меня важная информация. Все, побаловался и хватит. Давай, иди. Твоя Аня скоро будет. Марат тут с Давидом стоят. Сережа сюда срочно водичку. Артезианочку? И что говорят? И, короче, говорят важную информацию. Марат, горячая артезианка нужна или холодная? Горячая. Так решил, Давид. Ты говорил, горячая. Нет, горячая. Нет, горячая. Горячая, сейчас будем сформовать. Сколько надо? Много или еще? Ох, сколько у вас риса. Он что, вздыбился там? Ты что, привалила? Все. Шикардос. Маленький, маленький, самый маленький огонь. Ага, у нас такой есть. А вы сейчас зиггер туда добавили? Ничего. Нет, это так вот мяско красивенько окрасилось. Оригинал. Угу. А, так что они стоят, говорят, короче, за этот плов в мешочках. Бахш? Да. А я же тебе хочу сказать. Алиночка пошила еще полгода назад. Даже показать. Я не могу умолчить. Марат, с твоей памятью, елки-палки, тебе надо четыре на раз. Это точно. Предлагать. Ну, я сейчас вот одел вот этот прибор головной. И сразу же вспомнил. Держи. Катюня, сделай фотографию, держи. Давидка, ты уместен? Сделай фотографию. Ой, на чутюнке прямо. А все, а мы теперь, когда фотографии будем... А ты что, двуглавый? Это будет блюдо дня. Да? Да. Серьезно? Да. Ты что, посмотри какие. Очень много. Сюда? Да, вот в один кулечек поместится много. Да, здесь будет почти... Слушай. В готовом виде здесь будет больше двух килограмм. Ну, вот и считай, что два, два, и здесь по полтора, и того килограмм семь хорошего риса, честного продукта натянем, да? Все, прячь сюда, тут еще израильская специя лежит, непонятно, что. Давид, оно прочитает, ты не забыл? Тавлин амба бемешкаль. Е-мое, я до сих пор не могу привыкнуть, что читается наоборот. И переведи желательно. Ну, приправа какая-то... К чему-то, да? На вес. А это какая-то... А у вас таки продают, да? Какая-то? Это для паргита. Это курица по-ихнему. Это бедро куриное, снятое с костей. Это затор. Это затор. Это то, что на помидоры по-леповански. Это для рыбы. Все, спасибо, родненьки. А что мы вот на помидоры по-леповански именно с самого Израиля, да? Ты что? Я каждый раз килограмм вожу. Давид, ты что не видишь, что к нам все с Израиля начали ездить? Нет, я знаю, что эти помидоры просто... Сейчас едут. На ура, да? На ура. Вот что-то картошка по-селянски. Марат, где? Что? Я же видел. А, вот она. Я могу промывать рис? Да. О! С горяченькой водой. Артезианочкой? Да. Ух ты, блин. Ага. Горячая. Давай. Не-не, у меня есть, я просто хочу, у меня здесь процедура. Понял? Какая? Получится или не получится? Да, поприняруйся тебе сегодня. Придумаем, если сейчас она... С чем? С чем переворачивать? Давай, давай лучше по-другому. Давай. Давай, поставь ее. Вот так вот. Я сейчас сделаю сделаю сделку. Осторожно там мои цветочки, Сережа. Ну вы... Это не твои цветочки, котел. Ты его турниру на мои веточки. Ты не господи. Не господи. Не господи, они уже по-другому веточки. Не кричи, еще ребёнок веточки. Скоро свести будут, веточки. Извиняюсь, Катюша, извиняюсь. Так, ложка есть большой. Не надо. Давай лучше мы сделаем по-другому, чтобы я сейчас все дело не рассыпал. Я потихонечку его вот так вот сполоснул. Ух, какой красивый же. Прямо шедевр, а не рис. Ёлки-палки. Марат. И вот прям мы попали в точку, ребят. Вот он готов. Как вы там говорили. У Андрюхи продается. Потренируйся, Катенька. Чем? Да, губами чем. Понажимай пальчиком. Тяжа. Я губами регулярно тренируюсь. Шаванды полные кефали. Ты вообще о чем подумал? Владису Костя приводил. Я о своем занудстве. И все бендюжники вставали. Когда с Давидом он входил. Синеет море за бульваром. Кашляка над городом цветет. А наш Давид берет гитару. И тихо в хайфу. Песня. Честно поет. Че-то прет. Так, горячий промывай, да? Да. Горячий промывай, да? Артезианочка горячая. Смотри. А, вы еще и мойте его? Катюша, обязательно. Катенька, чтобы он не сливится. Так как мы будем его заказывать через час где-то. Марат, мне кажется, что он полностью готов. Нет? Нет, он на альденке как раз то, что надо. Так, ладно, мойте свой. Все, сейчас. А куда мы его? Ну, вон виска. А, правильно. Это не виска, это таз. Таз. Еще лучше. Я согласен. И там все изложки. По легенде ноги мою. Вчера с Давидом были в гипотетаре. И что? Продают вот эти выварки. Знаешь, как у нас и маму белье варили? Скажите мне, вы горшок заказали? Нет. В процессе? Мы в процессе. Мы ищем. Ясно. А шоу, Марат уже созрел? Подпозже. Давид созрел. Он зреет. Ай, Марат, это шедевр рисоварения. Что ты понимаешь? Мне кажется, что вы прям тут это, прям, блюдо дня приготовили. Ну, все, зови всех сегодня домой. Весь ресторан. Ребята тут недалеко. Скажи мне, ты чайник принес закипеть? А, тил. Мы сейчас заварим. Уже сейчас или лук давай достанем? Давай достанем. Комфорт к тушить или нет? Тушить. О, так а вы говорили, долго-долго. Уже все готово, Марат. Нет, еще не все готово. А морковка была? Это еще даже не начало. Нет, морковки в этот плов не едем. Поняла, какой с ней плов? Нифига себе. Безморковочный? Все. Да, а вот теперь вот этот немножко маслечко, буквально капельку слить. Ага. Ну, хватит уже. Почти на сухую. И шо, шафранчик запарим? Мы можем опустить Нутик, Нутик слил. Нутик сейчас сливаю. Шафранчик, Нутик. Ребят, вообще в это блюдо идут каштейли. Каштаны. Но я сегодня их на привозе не нашел. Сказали, что не сезон. Каштаны полные, кефали. Мы каштаны заменим сегодня нутом. Это тоже очень вкусно. Я так делал уже. Каштаны полные, кефали. Ну, кто же даст там такой орехово-каштановый немножко вкус? Слышите, вы так сказали, как будто бы у нас каштаны прям на каждом шагу продаются. Продаются, продаются. Они почти круглый год продаются. И даже сегодня я нашел, но ребята сказали, они уже... Сереж, ты когда-то видел каштаны на привозе? Да, есть и жареные, и сырые продают, и чищенные, и нечищенные. Смотри, самое интересное, что каштаны растут в Одессе, даже за это песни есть. Но это не те каштаны. Слагаю, да. А жарят их в Турции. Так что, жарить? Да. А что же мы выключали комфорку? Эх ты. Нут жарить? Да, чуть-чуть мы его припустим и отправим к мясу. Да. У нас все, что будем добавлять к мясу, все будет на... Смотри, редненький, пока жарится, вот тебе самовар. Какой ты говоришь, это плов азербайджанский? Азербайджанский. А вот как раз есть и чайник с Азербайджана, через Грецию просто ехал. Понимаешь, какое счастье. Хорошо, ты вот это вот купил, это для чего? Это эмеретский шафран, ребят. Мы его тоже будем добавлять, прямо не заваривая чуть-чуть. А вот это, это настоящий шафран. Ты понял, что я сейчас делаю? Это очень праздничное блюдо, оно дорогое. Этот шафран тоже дорогой, но без него лучше не делайте. Это вы сегодня привезли? Вот хотя бы граммик нужно. Сегодня привезли. Давай еще раз по новой, смотри. Марат. Ты понял, что я делаю? Сегодня привезли? Нет, это у нас был. Я целую, Сереженька, целую уже. Помнишь, что я еще делаю? Да. Целую, ручки. Я целую ручки. Мариночка, спасибо огромное на привозе, потому что вот такого много не бывает. Это именно оригинал. Его продают поштучно, причем, ой-ой-ой. Для сравнения, ребят. А нельзя вырастить его? Боже мой. Катенька. Можно? Только там на каждом цветочке две-три палочки. Ну ничего, сколько им надо? И собирать его должны быть девочки, ручками, не рожавшими. Да. Понимаешь? Ну так я тебе соберу, Сереженька. Каждый крокус. Я всего три раза родила. Но это уже будет не шафран. А, слушай, ну наши две девочки с тобой растут. Что ты кричишь? Марат, как проснулась? Да потому что не надо так громко своим голосом этим делать. Проснулась? Иди, мать. Звезда. Сколько, Маратик? Ну, почти половину, чуть меньше половины, да. Ты шо? Да, да. Ну давай хотя бы чуть-чуть меньше половины. Не жадничай, Сереж. Вот столько. Еще чуть-чуть. Нет. Еще чуть-чуть, как ты любишь. Ладно, блин. Еще немножко. Да, и вот так, не полный чайник. Кипяточка, да? Е-мое. А заливать буду, как в Азербайджане. Смотри. Аромат какой-то пошел. Отлично. Вы что-то видите? Все, накрывай. Не, подожди. Боже мой цвет какой, боже мой. Кать, потом струю увидишь и покажешь весь этот цвет передашь. Так, это я дочь свою забирай. Катенька, не я ее будил, не в ней ее забирать. Давид, иди. Проснулась, кошечка. Давайте, давайте. Что? Давай, Сережка. Все тут тушу и мясо добавляю? Да. Да? Катюша, очень красиво. Да, прям белок выделился. Да, я попробую. Не, подойди, пусть она проснет. Эй, ты себя сначала невесту, брат, найди, потом попробуешь. Думаю, что у тебя все получится. Что? Невеста. Че ты лезешь ты? Сваха, ешкин, ты кот. А я сказал, сослаты. А надо? Давид, мы найдем. Это мы же тебе уже искали, тебе же нельзя не подходит. Так у него же там, как это? Запросы у него? Люку хочешь? Строгий райдер. Маратик, это процедура с нутом и мясом. Блин, какая красивая подлива, я в шоке. Сереженька, на этом этапе ты можешь уже посолить и поперчить. Могу, редненький, могу. А специи? Перчик, скажи мне, через мельницу. Ну хорошо, перчик. Это вадика с Израиля. Четыре вида. Зеленый, белый, красный, черный. Еще раз я тебя спрашивал, ты говоришь, это и ноги растут этого рецепта с Пирсии, Азербайджан. Азербайджан, ага. Это, вы, они там спорят, у кого раньше, но я так предполагаю, Азербайджан. Молодцы, ребят. Само название шах. То есть это великий, поэтому эти пловы делают праздники обязательно. Так это шах? Шах плов, это шах плов. Шах и мат, все. И плов. Так, посолил, попечил, изюм когда будем вводить. Сама себя. Сама? Да. Молодец, растет. У меня просто есть старшая сестра. Да, да, я в пользу. И она иногда забывает косметичку закрыть, чем Миланька и пользуется. А вчера приходим домой, люк розовый весь, понял? Рот и ноги. Тоже нашел себе помадку и аккуратненько и уничтожил. Давай за ручку, тут ступеньки. Я посолил, попечил, как долго этому бурлить? Нам надо дальше работать. Давай работать. Можешь уже положить ложечку масла. Копленого? Да. А давай-ка мы уже дорогим воспользуемся вашим этим. Хочешь, давай. А что ж не хочу? Чтоб вы его обратно не унесли. Переживаю. Нам надо будет еще сотейничек. Нам надо много растопленного будет. Хорошо, хорошо, Редленьки. Где я делал ложечку? Она сюда входит. А, слышишь, и входит, и выходит. Что, прямо пол баночки? Нет, ложечку, все, все, все. Ну, и что, хотя бы чуть-чуть, вот так вот. Ланька, не трогай. Дайте помидоры, ребенок. А, на, Миланя, клубничку, солнышко. Помыть надо. Скушай, полезная. Я ее мыл вчера. Что думаешь? Запачкал за сегодня? Ты будешь клубнику? У нас же чисто, я же недавно, пока тебя не было, ковер пропылесосил. Я видел. Ты шо? Шикарный вид. На, Бусинка, папа тебе даст вкусную. А, ты шо, специально на базаре для тебя вчера вырастили. И нам аккуратненько такие ее презентовали. За недорого. Держи. Лук-то оно получше будет. На, меняю тебя на лук. Давай мне лучок. Давай, Чиполина. Тебе попозже пригодится. Люк, а ты куда? Кто там? Танюша? Стоп. День и ночь гуляла вся пересыпь, а на веселой свадьбе Давида. О, все, и песня есть уже. Ай, невесты, отзовитесь. Вам не надо такой бородатый? И Катя моя хоть спать спокойнее уже будет. Что ты будешь жарить абрикосы? Урюк? Сереженька? Мы все вместе сейчас. Смотри, это самый лучший вяленый. Это самый лучший иранский. А вот тот, что нет на прилавке, но он есть, понял? Это мы с него готовили плов на свинине. Вкуснячий такой. Так, по бубочкам все обратно возвращай. Как ты и просил, по 150 рам каждого. Все? Отлично. Согласен. А, Марат, три вида изюма? Да. Понятно? Чем больше, тем лучше, можно хоть 10 вида. Поняла? А он игрил два. А она сказала три. Чем больше видов сладостей, тем богаче плов. Это только благодаря мне получится рецепт. Видишь? А, это вот так вот вы оказывали уважение шахом? Да. Чем больше, тем лучше? Хорошо, я уже говорю, что надо добавлять. Все? Прям все, да. Смотри, да ты что, жареный ты изюм. Ёшкин ты кот. Раз. Грядка, два. Три. Слышишь? А косушки какие? И все это, ребята, в авган-казане найдете. Только самое главное не перепутать эти интернет-адреса, потому что Катюша собралась, когда ей позвонили, говорят, подскажите, что подарить. Она говорит, а я вам сейчас скину. Заходит, пишет, авган-казан, а их там целая куча. Казан-много подделки. Афган-казан-бам-бам-короче. Так я сразу не сам въехал. А потом понимаю, что без моего вмешательства оригиналом и не запахнет. Давидка встанет сзади, потому что она с этого стула. Ага. Да-да, Сереженька, я слышала про твой афган-казан. Это не мой. Как не твой? А наманганский. А я имею счастье с такими приятными вещами работать. Теперь нам надо будет скоро такой плацдарм большой, чтобы мы могли заняться... Как его? Собирательством. Лепешками. А долго он... Эй, подожди, Катенька, иди вынеси. Иду. Самые тонкие, что мы нашли. Лаваш нужен, самый тонкий. Чем тоньше, тем круче получится. Тут весь стым из том, что первое дело в плове, конечно, рис. Но здесь рис, он прилипает к этой лепешке, она должна быть хрустящая. Не каждому, как говорится, фраеру достанется. Серьезно? Да. Это очень важно, лепешка. Чем тоньше вы найдете, тем лучше. Надо было взять много лепешек, Марат. Катюша, мы взяли две упаковки по пять листов, десять листов. Что, не хватит? Хватит, хватит. Хватит. Подожди, мы одну упаковку съели? Ну, так это твои проблемы. Значит, ты не тот фраер, которому достанется... Ох, как вкусно пахнет жареный. Смотри, как надувается. Обалдеть! Это волшебство, ребята. Это волшебство. Обалдеть! Это очень красиво. Очень. Как это? Из вяленого сухого состояния приводить его опять в первозданное. Виноград. Виноград. Виноград, да, да, именно настоящий виноград. Ты шо? Шедевр. Еще немножко? Чуть-чуть-чуть, буквально пару минут. Еще немножко. И еще чуть-чуть. Ох, как красиво. Матик, это нереально красиво. Катюша, дальше будет красивее. Ой, как это будет вкусно. Мра-а-а. А ну коротенько подвес. Очень красиво. Очень красиво. Это не жирное, это сок. Какой сок? От приготовления. Серенький. Один раз помешал. Да. Накрыл крышечкой и выключил. И все. Добазикались. Накрыл крышечкой и выключил. Ничего не перепутал? Шкутузов, шарапов. Кто? Мне так сегодня, такое настроение, так давно мы хотели сделать этот плов, это просто обалдеть. Я прям счастливый сегодня. А ты, Сережка? Да. Это мы чуть-чуть поджарим потом. Опять? Да. Тогда мы уже поджарим. Что он тебе мешает? Хочешь поджарить, потому что с каждым разом все меньше и меньше. Потому что Катя... Я всего второй. Не имеет совести. Да, у нас тут кэши и бразильский орех, ребят. Может быть абсолютно любые орехи. Фундук, шмундук, не знаю. Там со вчера пива пили, арахис остался тоже сюдой. Это все-таки для падишаха. Масло надо топленое, деньги, маэстро. Этого хватит. Все, что есть, да? Тут больше подсушить надо. Пусть даже на меленьком огне, вот так вот и аккуратненько. Мы же этим самым просто... Чтобы раскрыть вкус. Да, вот я за это хрил садь, яркость. Ты что, твое здоровье? Давай. Слышь, так с него и пиво еще вкуснее стало. Сейчас нам нужно... Ух ты, Билли Джонс. Что? Плацдам. Плацдарм. Мы будем намазывать... Лаваш. Лаваш. Где, кстати, сотейник? Нам надо растопить лаваш. Это масло. Вот это? Да. Это или то, него. А я в сковородке могу это растопить тебе? Ну, в принципе, да. Хорошо. Тебе надо будет что? Вот это? Кисточка, да. Ты имеешь в виду плацдарм? Это место? Место, да. Место надо много. То есть нам надо две миски. Так. Сабли японские. Кто ты говоришь? Эвдик этот Джермани, да? Да. Япония и Германия, друзья, навеки. Ай-яй-яй, какие сабли и ножи прям. Ножницы. А я сегодня твой нож постирала. Ты что, вот тот с дамасской сталью? Я не знаю с какой. Да, маленький такой, легко открывающийся. Балда. Ну, он не поржавел, все хорошо. Дамас не ржавеет, ничего еще лучше будет. Ты что, совсем уже? Не надо вагородать. Главное, что машинка целая. Давидка, смотри, смотри, не отпускаю далеко. Глаз на глаз. Нарезаем. Я покажу, как нарезаем лаваш. Давай, сильно много лишних действий, я не понимаю. Мне надо по-простому. Скажи, вот, надо место, где мы будем заниматься лавашом. Ножничками? Это ваш казанчик, Марат? Это Марата Казан. А почему у нас такого нет? Скоро будет. Мне только что звонили с Амгана Казана. Да. И сказали, что там... Ну, почему, Катя, казан ты видишь какой? У него плоское дно. Вы его с Израиля привезли? Нет. Здесь купили? Я могу на нем готовить на индукционной плите. Ага. Поэтому у него именно вот такое плоское дно. Такие казаны, кстати, тоже есть в Афган-казане. У нее там есть все. С плоским дном. И не переживай, у нас тоже будет. А я не переживаю, Сережа. Ну, ты так сказала, почему у нас такого нет. А сколько тебе для счастья надо? Вот эту мисочку я знаешь, где чего взял, Сережа, которую ты убрал? Может быть... Не знаю, но... Хочу проверить. Да. Что? Вот так вот. Обрезать надо? Один круг, да. Один нам нужен. А остальные лаваши? Остальные я тебе покажу, как резать. Хорошо, а если я так вот сделаю поближе к краю, у нас останется больше запчастей. А можно я это сделаю? Что, Катюша? Вот выезжу ножничками. Нет, хватит того, что ты уже постирала мне нож. На этом и обойдемся. Один, он сказал. Не все. Один. А, один только лавашит? Один листик, один, да. Эх ты, а я-то думал. Марат, вот если бы меня не было, запороли бы сейчас весь лаваш. А как говорить, Марат, просто я такой счастливый, такой счастливый сегодня. Я действительно счастливый. Я вообще отношу вот эти приготовления, когда все, что касается приготовления плова, это всегда какое-то волшебство происходит. Поэтому. Великолепно. Да. Это нам надо будет что, днище? Орешки куда, да, только надо сначала смазать. И это, и это, и весь казан. А вообще сначала надо растопить. Да. Ёшкин ты кот. Марат Джан, красиво заблестело и дым пошел. Отлично. Все? Тушу? Открыли этот ореховый вкус. Что вкусное? Этот плов вообще изумительный. Он абсолютно не похож на узбекские пловы. Ну, когда ты попробуешь, ты поймешь. Хотя принцип тот же. Нету, во-первых, морковки. Но мясо, рис. Здесь мясо совсем не главное. Здесь главное лаваш. Который, естественно, в Азербайджане дома сами делают. Там дырные. Они вообще тончайшие. И важен рис. Мясо просто придает вкус немножко рису. И вот эти все сладости, которые мы... Хотя, как на мой взгляд, обычный себе рис. Ничего особенного. Подумаешь, желтый. Попробуешь. Да. Слушай, Армен родненький, вся ваша семья. Огромный привет. Во рты, ты помнишь, какое сделала? Да. Когда мы были... Так это такой? Нет. Нет. Это такой же, только тот был без мяса. Он был постный. Там было много сухофруктов, много было сладости. Это сладкий, флор, мяр. Да, да, да. В лаваше это было бесподобно. Самая вкусная. Там было лаваш. Да. Так что, Марат, я топлю уже. Да. Уже топи. Сколько? Все. Ну, много. Ложки четыре точно. Давай, я вот так не ложки четыре, а вот так вот просто плюхну. Да, Тадюшечка, прям, а что ты хочешь, елки-балки? Что ты вообще что-то не делала? Я же сказал, что не обратно, это на базар не понесут. Ни в каком случае, да? Он разрешил баночку, можете сдать, там принимают, или что, нет? Да, шахт, шахт, кстати. Еще хотел сказать. А вот тот, что, осталось топленое масло, я его сюда перегружу. И вот это, я думаю, нам этого не хватит. А будем добавлять? Ох, сегодня масло пойдет, прямо шедевр какой-то. Так, масло растопилось. Лавашик я аккуратненько вот сюда. Это тебе надо? Диаметр. Уже нет. Слава богу. Все, это убирай. Это вот поближе. О! Так, маэстро кизочка есть, командуй. Я макаю. Полностью весь казан. Не мазаю, да? Да. Так, может, полейте туда немножко. Особенно дно. И все? Вкусно тебе было? Все, вот так вот чуть-чуть. Еще дать? Папе скажи, скажи папа. Меланя, скажи папа. Папа. Сказала? Клубнику дай. Ё-моё. На. Обалдеть. Давид, что ты с ней сделал? Балда. Я за ней месяц гоняю, чтобы папа сказала. Меланя, скажи папа. Так, сейчас, солнышко, сполосну тебе всю ее, отдам. Зачем ей всю? Дай одну. Та ради такого слова пусть кушает все. Вы слышали, Марат? Да. Обалдеть. Папа. Папа. Скажи папа. Скажи папа. Папа. Ёс! Меланя, скажи папа. Натя, самую красивую. Скажи папа. Так, все, дайте ребенку поесть. Да. Сказала пару раз, хватит. Меланя, скажи папа. Меланя, скажи папа. А тебе грабли, папа. А мне грабли? Спасибо. Кушай на здоровье. На. Ты же мать, ты и держи. На, Лёш. На тебе еще одну. У тебя же две ручки, держи, моя хорошая. Ой, Давид, ка... Смотри. Во ртуке и в руках. На. Быстренько освободила. Все. Две руки, две клубники. Молочага. Давид родненький, раз ты научил папа, и ты тоже кушай. Пошли гулять, говорит. Давай. Мой клубника, твой клубника. А потому что... Все перетопчет. Нет, не перетопчешь. Потому что папа там все время в огороде проводит время. Поэтому... Марат, иди сюда, я научу тебя мазать. Ты еще никогда так не мазал. Да посмотри, елки-палки. Что за пролет кисти. Вот это да. Что за шедевр, а не человек. Придумал этот рецепт. Маратик, у меня перемазано. Командуй удаленно. Вот этот клуб, который ты нарезал, с двух сторон намажь. Ну, с одной. Хорошо. Я вот так вот намазанную отправляю. А это сейчас дальше опять намажу. Я понял одно. Что все эти шахи на сухую не любят. У нас получается, ребят, что то, что сейчас делает Сережа, это будет вверх нашего... Вверх? Да. Это будет вверх. Поэтому сейчас важно красиво нарезать лепешку. Ты поняла, что вверх тормашками все это намечается быть? Переворачивай. Ага. Ну ты оператору не говори. Да я уже услышала. Ёхану бабай. Тебя тут что, подслушивать поставили или снимать? Снимай. А у меня одновременно работают и руки, и уши. Вкусно? Вкусно? Прям очень вкусно. Все, Марат, дальше что? Дальше надо нарезать. Я люблю треугольником. Сейчас объясню, как. Давидка, присмотри. Давай. Отец. Вперед. Смотри. Дожидай клубнику. Так, плацдарм. Ты говоришь. Давай возьмем. Вот сцена. Давай. Серейтерный нож. А не надо все? Нам нужно, чтобы был угол у каждого. Понял? Почти нет, но сейчас я пойму. Вверх может быть любой. Квадратный, круглый. Но угол. Понял? Вот так вот? Да, да, да. Оттуда и сюда. Вот так вот? Да, да. А разговоров-то и дальше? Я просто тебе, чтобы вот этот напополам будет отлично. Понял, чтобы экономно было. Все. Тебе главное, чтобы было с углами. На, показывай, что делать с этими. Намазывай. Здесь или там? Здесь. А чего они там? Вот здесь. Вот ешь. С обоих сторон. С обеих, ладно. С обеих. Ох, какой Сережка, ты молодец. Видишь, как ты его на все. Представляете, Марат, как приятно. Сережка. Просто мне ухо режет. Так, мажу. Маш. Маратик, я так понимаю, что в этом плове вот эта процедура наверное самая долгая, да? Смири, масло застывает, Сереж. Ты видишь? Масло, Марат. Марат, масло застывает. Как у любого художника. Масло у нас. Краски. А мы сегодня не готовим, мы сегодня картину маслом рисуем. Точно. Именно. Вот эта именно фраза. Картина маслом. Так. Вы довольны? Я счастлив. Представляете, сколько раз он сказал слово «я счастлива». Так, а что ты его, это, думаешь, он забудет? Просто. Переспрашиваешь. Человек, если счастливый, так это оно всю жизнь. Маратик, а мы счастливы, что и вы счастливы. Все. Понимаете? И это правильно. Вы знаете? Да. Вы чувствуете это? Я чувствую это. Как говорил Райки, спиным мозгом. Так, перри поворот. Так, на это готово. Забираю меня, а я как раз буду. Дальше ты дальше делаешь, что там надо. Смотри, вот это у нас будет. Верх. Сейчас вверх. В конечном итоге низ. Вот эти вы сказали, что вверх. Послушай, не перебивай. Уважаемый, извините. Вот это будет, вот эта тонкая часть. Вверх. Это будет вверх. Поэтому вот так укладываем. А этим будем накрывать. Весь плов. И так в нахлыст. А, вы сейчас вот так делаете? И так в нахлыст весь казан. Вот Сережа понял сразу. Маэстро. Только не оставляйте никаких зазоров. Все должно быть в нахлыст, ребята. Слушайте, прям целое дело. Да. Оно того стоит, повернее. Это так красиво. Это прям как паски печь. Нахлыст – это вид рыболовли. А это называется нахлёст. Нахлёст. Видишь? Понимаешь? Ты такой прямо вот, ну, как зануда какой-то. Вы знаете? Точно? Ни разу не ловил на нахлёст. Я тоже ни разу. А он тоже не ловил. Все время на нахлёст. Люк. Люк, иди, мой хороший мальчик. Иди сюда. Так, ты сказал, хватит нам 5 лавашей, да? Поэтому должно хватить. Миланя, ты что? Миланя, как дела? Ай-яй-яй, мамину сумку. Ай, Марат, я только что до меня дошло. Надо мазать весь лаваш, а потом просто резать. А, можно и так, да. Технология. Катюня? А? Мы пока тут картину мажем. Могу пойти покормить. Иди покорми, да, Миланьку. Давай. Борчиком нашим вкуснячим. И всё, и скоро увидимся. А она говорит, папа. У меня руки жирные. Не важно, берите, Марат, скажи, я пришла. Как хотите. С двух сторон. Моя ты сладкая девочка. Обидькалась, всё. Всё, теперь ты ей не папа. Не, я сейчас помою руки. Ради такого дела. Серёга. Марат, смотри. Молодец, а я дождался, прошу. Александр Васильевич. Катюня. Моя кукла точно сядет на него. На этот пузатый ей ещё лучше будет. Но он целый. Ты шо, если Вадик эту смазку передаст, так я его сам на полиру. А если нет, то до Артурчику занесём. Да ты шо. Мне кажется, у вас лаваш сохнет, нет? Ничего. Всё нормально. Нормально всё? Да мы же его смазали, Катя, куда же он там не засохнет. Редненький. Шо, лаваш есть. Ну и рис, Катюша. Вот попробую, как узбеки выйдут из Азербайджана. Что, вкусный? Он, как ты видишь, он настолько самой достаточной, что... Это сорт какой-то экстра-экстра лавс. Просто ребята... Катюша, спасибо огромное. Из двух килограмм получилось пять плюс-минус. Скажите мне, а не зиру? Мне какую вот это вот... Сейчас всё увидишь. Катя, даже вот тут перчики, два микрофона, что мы взяли, Марат говорит, туда не идём. Нет, Марат. Нет. Мы будем курочку готовить как? Пардит. Индийскую. Индийскую. Вот туда пойдёт. Туда точно пойдёт. И тоже тут. Смотри, родненький. Мне только что с Афган-казана звонили. Афган-казан? Да? Ты шо? Да. И шо? Ещё один казан пришлют. Маленький? Да, красавчик. На 16. Ай, на Манганский. Самый красивый. Вах-вах-вах-вах-вах. Аж птицы запели. Счастье-то какое. Катенька, отоди, пожалуйста. Горячий? Но я терплю. Опача. Марат Джан, ты всё приготовил. Смотри. Ты всё увидишь. Ты сейчас всё увидишь. Надо шоу. А вон есть ещё побольше. Запил. Да, я не знаю, как его зовут. Надо дать имя. Алёшка, жарил на баяне. Алёшка, шумел гремел посудой. Шалман в дыму. Табачного, как в тумане. Там исполнял шаг. Марат и Липован. Всё. И песня случилась. Так, шо нам надо? Вот это побольше. Да, Марат? Сейчас будем закладывать. Может, слышишь, в две руки, в три руки? У нас же этих лопаток много. Надо очень аккуратно. Мария рассказывает, что надо делать. Ребят, очень важная штука. Процедура. Вот эта часть мясная вместе с фруктами сладкими. И пошла туда ещё не готова. Лаваша не должна касаться казана. То есть... Лаваша. Лаваша в нашем случае, да. То есть мы должны уложить рис вот так вот, а посередине... Маэстро, я их, конечно, извиняюсь, дико. Может, ты не будешь говорить, давай лучше покажем? Давай. Слава Богу. Начинай. На дно немножко. Смотри, смотри, я знаю, как у тебя всё это разбегается, поэтому поближе. На дно немножко риса. Ребят, ни в коем случае не трамбуем. Рис должен оставаться пушистым. Да. А я могу так вот ручками понабрасывать? Своими пушистыми ручками. Вообще, ни в коем случае не трамбовать. Никуда не торопить. Буду повторяться. Говори. Всё, что мы сделали до сих пор, можно сделать заранее. За день, за два. День стоит прекрасно в холодильнике. Если надо, за три дня вы хотите подготовиться, это можно заморозить. И рис, и вот эту часть, всё это можно заморозить. И оно будет настолько же вкусным, ребят, поверьте мне. Мы тебе верим, весь мир тебе верит. Всё, всё, всё. Всё, всё, маэстро, всё. Вот сюда посерединке давай нам, пока Катя не съела всё. Вот это очень вкусно в сочетании. Катюша. Без жидкости марат максимально, да? Ну, не максимально, можно вот так, да, нормально. Сейчас, пусть оно стечёт. По серединке, Серёжа. То есть оно не должно на края никак попасть. Хорошо, я тебя услышал. Ферштейн? Very good. Ещё немножко. Слышишь звуки? Да. Стекающие струи? Угу. Это знаменует о том, что этот плов тебе понравится. Глади быстрее, она всё съест. Марат, я немножко. Он не будет жирный, он будет вкусный. Мой выход. Хорошо, не забудь, что у нас тут чего, аехи. Сейчас я всё покажу. Катя, снимай внимательно, что он делает. Чтоб весь мир на долгие века запомнил, как исполняет маэстро. Ты смотри. Слушай, ну что я не то сказал, когда я сказал, что ты казанова среди плова. Это точно. Это, знаете что, это крем. Ребят, немножко. Светочка, я вам дико завидую. Ну, так, чисто от женского лица. Немножко. Я просто, ну, сколько он знает рецепт за плова? Вы знаешь, сколько он знает? Я так посчитал, сорок. Сорок поздно? Ого. Марат. Да. Сорок поздно? Офигеть. Сорок пловов, сволочь. Светочка. Теперь смотрите. У нас тут заваренный шафранчик. Да. Прям вот так рисит. Ты покажи ей цвет струи, Марат. Ё-моё, это же золото. Палили. Бросили вот так немножко орешков сюда. И продолжаем, Сережа. Мясо? Нет, ты сейчас рисом, да? Да. А ты внутрь мяса. Все, давай, ты вот так вот накидывай. Работай ручками. А я аккуратненько, да. Слушай, на самом деле очень пушистый. Из того, что я услышал, трамбовать его нельзя. 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 А что вы составчик с рисом будете делать? Я домой заберу. И маме немножко. Хорошо, Марат. Все, давай мясо. Скажи, маме же можно просто рис? Ну вот так а что ты. Кто же в серединку или уже потихоньку? Ну вот так, да. Главное, чтобы не касалось. У нас же казанчик. Все, все, я тебя услышал, родненьки. Я понимаю, за что ты имеешь речь. Самое вкусное здесь курага. Катя, когда ты попробуешь готовый продукт, оставишь еще на разок, да? Да, добре. Ну вот, да, еще чуть-чуть и будет на разок. Потому что мне вот сюда, в этот угол показалось, что как будто бы вот маловато. Главное, чтобы до краев не дошло. Можно горку делать? Кого? Такую горочку. Можно чуть-чуть, у нас крышка позволяет немножко. Вы будете? Конечно. Теперь вон то масло, что у тебя осталось, чуть-чуть разогрей и полей кружину. А я пока орешки насыплю. Договорились. Марат, а специи? Все. Все, да? Он тебе сказал, ни зира, ничего. Все, что мы там поставили, подключили. Кто любит сильно зиру, может добавить. Но вообще по рецепту нет. Обалдеть. Слышь, да за вами классики плачут, елки-палки, как мы исполняем. За вами? Поэтому классика есть классика. Да, ее нельзя. Увредить и искажать. Хотя, наверное, это первый рецепт, что мы от себя что-то не добавили. Наверное, да. Потому что, так, вот так вот весь рисинки сюда. Сейчас немножко в серединку прям. Так, у меня масло растопилось. Поливать? Вот так прям пополностью, сколько его есть, поливать. Тут весь сам цимет, чтобы это все прикоснулось лаваша. Потому что он будет являться у нас саркофагом. Как это? Выполнять роль. Да. Опять же посередине. Я помню тебя. Ты что? Эй, профессор? На сумке именно число. Зови, котенок. Ну, Марат, это, конечно, красотища такая, что мама дорогая. Прямо, ну, это шедевр, а не рецепт. Я еще не пробовалась. Да я зато вообще боюсь, елки-палки. Лично я уже наелась, Марат. Мясо, кураги и орехов. Пойдем. Не пробовала. Слышишь? Подожди, у меня тут надо. Дай-ка я еще, где у меня шумовочка есть. Я просто хочу весь этот сок выбрать. А я от другого балдею, конечно. Ты от рецепта, а я от оперативности Афган-казана. Молниеносно. Только позвонил, сразу обратная связь. Сегодня вышлем. Выбирайте какой. 10, 12, 16, 22. Да. И какой ты выбрал? 22 самый популярный вообще размер. Ну, мы взяли на 16. Да, 22 это на самом деле самый популярный ворот. Ну, да. Он подходит и для... И для курочки, и для цыпочки. Ты была здоровой. Давай. Тьфу, ешкинка. Считай сюда. 1-0. Марат. Я старалась. О, Марат. Аккуратненько накрываем. Давай. Ты присыпай. Не трамбуй. Да, ты разы. Не трамбуй. Под самые вот так вот берега. Да. Что? Качель надо заносить. Кадюша, оставь покое, это не важно. Сейчас. Да и мы здесь. Марат, скажи, пожалуйста, в Израиле сало возили, а мед можно провести? Можно. Васильевич, высылайте. Там для Вадика есть мед. Ну. Его всеми Карпатами доили, чтобы ты понимал. Специально для Вадика. Все. Что это было? Что это за звук? Ну, лучше пусть такой звук, елки-палки. А головой аккуратненько. Да, нормально. Об шатер наш. Может, поумнеться только. Об шатер. Катя, сади мне бутылки не поцарапай. Марат, заливай. Вот прямо весь. Блин. О, какой красивый. Смотри, Каня, цвет какой, елки-палки. Я до последнего думала, что ты промолчишь, Серёж. Ногти вот такие вот были. Такие оранжевые? Ну, коралловые. Даже не знаю, наверное, что это. Все, ребятки. Все, ты больше не хочешь засыпать? Нет. Чуть-чуть дай, брат. Ну да. Ну вот хотя бы в эту сюда, да. Я, конечно, все, все, все. Топленая? Да. И сюда чуть-чуть налил, и потом сверху, когда мы закроем на наши эти наличники, как они. Лаваши. Лаваши. Да у нас есть, я могу, и расцепить. Слышь, а это жижа уже не пригодится? Нет, нет. Ладно. Пару ложечек. Такие пардоньки. Хорошо. Сейчас я-то уберу. Давай. Так. Дорогое масло все вылезло? Есть. Вот так вот, да, Марат? А что вы еще собрали жарить? Чуть-чуть, чуть-чуть даже. Мрат. Не жарить, это все пойдет сейчас нарез. Боже, сколько жира. Это не жир, это масло. Топленое. Я уже орешки покушала, мясо покушала, курагу покушала. Так что, в принципе, сыта. Ты же видишь, здесь нет звервака, он сухой, он все будет на себя еще впитывать. И, во-первых, еще хорошо быть с курдюком. Я еще хочу, значит, 30% влаги. Из индюшки готовят, из курицы готовят. Ага. И получается тоже очень вкусно. И из риса готовят. Так, растопил. Заворачивать? Чуть-чуть вылить, но остатки в смазке. Вот эти листики сверху. Куда ты побежал, человек? Катенька. Извините. Я еще раз растоплю, Марат. Просто мне именно аж просится. Я тут. Все. Вот. Давай, я еще растоплю. Еще буквально ложечку. Ох, гриль у тебя сегодня работы, прямо не вынимая. Незаменимый чувак. Видишь, хорошо, что я взял тоже. На кухне у любого. Хватило бы. Это таки, да, ты молодец. Я бы съездила, Марат. Она бы, да, заворачиваем? С какого-то там? Вот крайний листик. Все. Пошло-поехало, да? А, все, надо же заворачивать в обратную сторону. Да, да, да. Ребят, вот это у нас будет низ, но вы уже поняли. Так вы сейчас на противень это положите? Катя. Да что? Там меня уже подташнивает. Лёг, что такое? Он тоже ему не нравится, что Катя слишком много одного и того же говорит. А я думала, вы поставите в духовку. Да, мы поставим в духовку. Духовка, кстати, уже разогрета, ребят, на 180 градусов. Будем готовить где-то час десять. Ёшкин ты кот. Так. Десять минут дадим на то, чтобы нагрелся сам казан. И ровно час 180 температура. Целый час отдыха. Какая прелесть. Я думал, она скажет. Я тоже думаю, да. Считать эту прелесть. Что, мазать? Все, мажем. У кого нет казана, берите толстостенную кастрюлю. Тоже подойдет. Ну, так как казан исполняет, это да. Сережа, не забудь ему рис завернуть. Маратику нашему. А маме? Я на самом деле заберу. Я не шучу. Я тоже. Все. Мы поделим пополам, Сережка. Смей, как я сейчас делаю красиво. Давай. Сейчас он польется. И в каждый слой он потихонечку войдет. А самое главное, что он попадет вот сюда. Под стеночки. И это будет таки счастье. Все, Ринненький. Он прям уходит на глазах. Все. Накрываем крышкой. Накрываем крышкой. Давид, мы заходим. Я вижу по твоим глазам, бедняга, что ты уже проголодался. И тебя мы покормим. Марат, вот так вот? Ага. Закрылась? Да. Так, идите открывайте мне двери. Да. Ребят, у кого нет? Ого, слышишь? Крыльский. Нифига себе. Можно накрыть это фольгой. Несколько слоев на самом деле. Заходи, дорогой. Так, иди. Я тебе открою сейчас. Открываю духовку. Так, Маратик. Е-мое. Она решетка выдержит? Да, она денется. А, что ты себе сейчас? У нее выбора нет. Руки не отжарил. Вот так вот. Так, вверх-вниз. Я бы вообще выше поднял на одну. Ну ладно, пусть будет и так. Слышите? Печи нам не хватает. Печи? Печи. Была бы печь. Была бы печь. Петли бы в печи. Я думаю, вам сына еще одного не хватает. Мы поработаем над этим, Марат. С печи мы раздаемся. Ты время засек? Уже. Засекай. Так что, Миланька, сейчас будет скоро вкусно. Что вы с Давидом делали здесь? Она мне игрушки показала. Песни танцевали? Отлично. Мы с ней любим на мешках езжать. Слышишь? А ну-ка. Особенно мое. Где вот это? Дай, дай. Ну-ка-ка-ка. Я сейчас быстренько. Давай. Куклу свою примерю. Люк, заходи. А лапы мыть? Он их не запачкал. Да, мне Сережа все время так говорит. Да. Да. Но именно здесь. Я надеюсь, что... Понимаете? Именно здесь. Я дома. Я дома. Дай, дай, дай. Боже, а какое видео с люком было шикарное? Малой. Где? В инстаграме? А-а-а. А там... Как оно его обнимало? Вот как сейчас прямо. Это любовь, Марат. А ну-ка. Самовар. Ты понимаешь, Сережа? Все, ей надо имя какое-то дать. Марфа. Катруся. Катруся. Шикардос. Это с утра заварил, и до вечера у тебя все горячо. Ты хотел такую? А представляешь, как у Катруся там горячо. Ой. Что это шкварчит? Цигарка? Нет, это... Любовь моя до вас. Красивая. Ну что, готово? Снимаешь? Сколько время прошло? Час и десять минут. Слава богу. Я все выключил. Марат, иди на шухи, открывай дверь, и я потихонечку буду выходить. Ёшкин кот, ты что, тихо... Да. Стой, редненький. У тебя тут место, а у меня... Казан невеста. Я тебя... Что ж ты их закрыл? Ты что, не знаешь Марат, он пошел обуваться. Ой, ё-ё-ё-ё. Опа-ча. Все, Катюня, закрывай двери. Обалдеть, горячий какой. Марат, открывай. Люк, давай, сваливай. Все, я бачу. Слышишь? Спасибо перчаткам. Не горячо? Очень горячо. Смотри, слышишь? Дождь падает, а, и шкварчит. Вот перчатки, конечно, огонь. Я не знаю, каких бы я других Марат бы взял. Что, мы уже открываем или мы надо постоять? Не, можно вообще снять крышку уже. Ну так я вот давай тогда сейчас это и сделаю. Так, салатик мы уже нарезали. Катюня, иди сюда. Барабанная дробь. Ой-ёй-ёй-ёй-ёй. Ох, Марат. Что за... Ой, ты слышишь, как хрустит? Да, тихо, не лезь. Бомба. Там же температура. Сейчас я здесь... Ты понимаешь? Это будет... Тебе надо это все перевернуть сейчас. Да? Да. В горячем состоянии или ждать до вечера надо? Не-не-не-не, вот так вот надо уже перевернуть. А ну стой, ридненький, дай-ка я померю. Самый большой леган. Может, наоборот, поменьше надо было взять? Нет. Что, что, нет? Мы же его будем раскрывать. Это тоже в авган-казане. Ребята, все найдете, что кому интересно. Марат, идеально. Да. А как же ты будешь держать? Держать будет Марат, я буду переворачивать. Все, здесь две рукавицы. Постой, не-не, сейчас у нас будет аттракцион. Называться главное не наверните. Он очень горячий. Придерживать, да? Смотри, даже тут не придерживать дело надо. Вы должны держать Марат. Стой, 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 подождите. Давай-ка я сейчас подумаю и тебя позову. Я сейчас, смотри, на одну руку беру. Казан. А теперь, стой, буду переворачивать, а ты уже будешь ловить лаган. Понял меня? Отойди. Держи лаган. Ох, агрегат твой, Сережа. Давай сюда. Все, бросаю карасей в цирк. Пойду работать. Давно пора. Та-да-да. Марат, он тяжелый. Я знаю. Может, ты каким-то шпателем подковырли? Балда, не умничай. Надо просто чем-то поддеть. Это самое такое. Осталось. Он точно не должен не полежать, не что-то мне отлипнуть. Прекрасно. Он сири Маратом раздевается? Потому что, поднимай скорее. Обалдеть. Пастельный казан. Шедевр? Что за аромат, брат? Это... Я даже не знаю. Пахнет прямо всеми сладостями на свете одновременно и по очереди. Марат. Это какое-то волшебство. Можно я попробую уже? Пробуйте. Посмотри, у Катюни даже до рта куда-то делся. Посмотри. Катя, иди сюда. Замедли кадр. Смотри. Без вмешательства рук. Бачишь? Как оно живет и пол... А это посмотри, Марат. А? Шедевр. Позволь я... С твоего разрешения. Ну, хочу немножечко вскрыть. Оно должно быть... Что? Чуть-чуть оно получилось мягче, чем я хотел. Надо было дольше запекать? Да. И чуть-чуть меньше масла, видимо. О, гром. Дождь пошел. Слышишь? Скажи мед. Вот Одесса. Вот неотъемлемая часть еврейского народа. Понял? Да. Вот у вас Пасха не за горами, а у нас такая погода, как всегда. Вот чистые евреи... Кучки, да-да-да, в Одессе это так называется. Я попрошу тебя тоже извиниться. Здесь немного масла. Здесь все идеально. Он просто шедевр. Можно было в конце ему дать немножко низа. Чуть-чуть побольше. Я думаю, что все шикарно получилось. Давай скорее, пока он не остыл, идем угощать гостей. Я уже попробовал. Хочешь попробовать? Я думаю, что он никогда не остынет. Это просто чудо какое-то. Великолепно. Обалдеть. То, что снизу получилось более хрустящее. Да, Марат, не переживайте. Мы возьмем и снизу, и сверху. Оператор, сделай нам фотографию на долгую память. Давайте. Все получилось там. Слушай, тяжелый. Марат, так и я у тебя не могу. Поцелуйтесь. Марат, берите салат. Слышишь? Здесь. На, соли. Я чуть-чуть поперчу. Не чуть-чуть. Прям можно поперчу. Прибрехал, что чуть-чуть. Я же хорошо поперчу. Масло жареное дадим. У меня есть хорошее вкусное. А Марат сюда никого масла не добавляй. Что не знаешь, что это за салат? Марат, даже я знаю. Все, все, все. Короче, друзья, киоти души с хорошим настроением. Не высыпай. Я же старался, резал. Что, не надо, не надо, не надо. Да не надо, ну его в баню. Ты же не дрочишь. Смотри, это вот так вот делается. На себя накидываешь. Бачишь? Ой, извращенцы. Учить тебя надо. Сереж, пошли. Короче, друзья, с этой души с хорошим настроением для вас сегодня исполнили заветную мечту. Долгожданный. Долгожданный рецепт. Шах плова. Пипец, три года к этому шли. Почти. Давай теперь выдумай что-нибудь опять. Так он же уже выдумал в мешочках. А, ой, ребята, а что мы будем готовить? Спасибо, Липа Ванна, мы с вами еще выходные. Твои пиону можешь и уронить. Да, такого плова точно вы никогда не ели. Никогда. За такой даже YouTube не знает. Короче, всем пока-пока. Чао. Чао, дорогой. Заносите. Ох, сейчас Аня кайфанет. Давай, хочу. Аня, это гайки твои, ка ты никогда такого счастья не видели. Обалдеть. Ты шо? А куда ты пошел? А что ты не умеешь салатом ее открывать? Ой, бомболейо. Э, Мацил возьми. Сейчас. Я возьму, Сереженька, у меня есть руки. О, скажем, что так должно быть. Бомболейо. Блин, какой он тяжелый. А прикинь ты сейчас такой шел-шел и уронил. Пересмотреть видео, как я это сделал. Как я это перевинул. Миланья, родненько. Давай, говорит, убирайте там. Вот это да. Анечка, Виталик, мы за вас поздоровались, так что вы можете теперь еще и лично. Да, здравствуйте. Там люди спрашивают, есть ли лишние, а ты рыжие. Есть? Рыжие есть. Все, идите к ним. А черные? А черные мы для себя интересуемся. Черные дыры, еще до понедельника есть, понедельник могут забрать. Голубой дыр. Там ты шо? Серега. Голубой себе оставьте, а за черным мы поговорим. Потому что нам для этой, как это? Для коллекции не хватает. Для этих красок не хватает, да. Да, ты шо? Мацай, это тебе с Израиля передали подписчики. Такая красота. Виталик, тебе. Для похудения как раз. Нет, только красиво. Вот это посмотри. Вот так вот берешь. Даже не знаю, Марат, как там берут обычно. Вот так вот раз. И уважаемым гостям. Что, прямо кусать надо? Отсюда? Да. Горячая же, наверное. Чубичейка. Так, все, я отключаю, садимся кушать. Давай, давай, наконец-то. Вот это шедевр. И орехи тут. И изюм. И три вида что-нибудь еще. И рис богатючий. Салатом с помидором вообще сейчас будет. Сказку по-весеннему. Да. Все. Давайте. Давай, хозяйка.